Продолжение следует... Во-первых, последние несколько месяцев тяжелые и на Украине, и в России. Это какой-то период, та самая черная полоса, которую все мы ощущаем. И хочется немножко отвлечься от этих будней, и как-то чего-то сказочного внести в нашу довольно однообразную и напряженную жизнь в последние месяцы. А во-вторых, просто только что был Новый год, затяжной Новый год. От 25 декабря до 13 января у нас сплошной Новый год. Это тоже период сказочный. И мои дети, и мои внуки уже ощущают это. И гирлянды дома висят, и елка, и мы сказки читаем. А в череде научно-популярных лекций, конечно, тема НЛО – это сказочное НЛО. И вот те люди, которые не вышли из возраста детского такого, романтического увлечения космосом, они особенно... Или вошли уже в этот возраст. Или вошли уже в этот возраст, да. Они особенно интересуются, ждут визитов, надеются, что разобьет наши будни появления каких-то добрых пришельцев. Правда, в кино пришельцы, как правило, недобрые. Это тоже можно понять. Киносюжет должен быть на какой-то авантюре, замешанном конфликте. На конфликте, да. А в жизни все-таки мало вот таких вот хэппи-эндов после конфликта. Думаю, что сегодняшняя лекция будет с непредсказуемым концом. Я не знаю, какая аудитория соберется и насколько она воспримет тот подход к НЛО, который я буду пропагандировать. Я астроном. Я не романтик, не сказочник. Я просто по мере сил собираю факты и пытаюсь их интерпретировать в рамках своих знаний. Поэтому я буду в основном рассказывать о том, чему сам был свидетелем. Либо очень надежные документальные свидетельства имею. И, как правило, смог до конца интерпретировать то, что я наблюдал. Либо расскажу о том, что я не смог интерпретировать, но тоже факты достаточно убедительные. Потому что в сфере НЛО 90% фактов просто не годятся ни для какого анализа. Это просто непрофессиональное описание чего-то увиденного выше линии горизонта. А иногда и ниже линии горизонта. Да вы что? Да. Ну, круги на полях там и прочее. А, ну, из-за воды вылетают. Я и об этом расскажу свидетелем. Кое-каких событий в этом смысле я тоже был, их удалось расшифровать. Об этом тоже будет рассказ. Ну, конечно, останутся неудовлетворенные люди, которые скажут, ну, хорошо, а где же настоящие НЛО? Где же корабли пришельцев, в конце концов, которых мы так долго ждали? Не будет кораблей пришельцев. Вот ни одного из них я сам не видел. И людей достойных упоминания, вот людей с безупречной научной репутацией, которые бы видели корабли пришельцев, я тоже не знаю. Ну, а тех, может быть, старушек, которые сидят у телевизора вечером, кивая носом и засыпая, видели, как в окне появляется силуэт красивого молодого человека в серебристых одеждах. Ну, это я не буду пересказывать. Это, в общем, из другой оперы. И телевизионные фильмы, которые тоже очень убедительно рассказывают об НЛО, я тоже не буду интерпретировать. Потому что сам много лет имею контакты с телевидением, выступаю там, хорошо знаю, что такое телевидение. Это индустрия развлечения. Это абсолютно не претендующее на истину струя информации. Там нельзя верить. Либо тебе нравится, либо ты увлечен телевизионным показом чего-то, либо не увлечен. Мир грез. Мир грез на следующий канал. Фабрика грез. Теперь много этих фабрик на телевидении, и ни одной из них, даже самой безупречной, даже представляющей себя как чисто научная, на российском телевидении, канал «Культура». Он в основном безупречен. В основном с научной точки зрения не поддается к ритике. Но и на нем бывает черт знает что. Потому что телевизионные люди, они из журналистики, они вообще не способны отделить. Послушайте любой новостной репортаж. Журналисты не отделяют миллионы от миллиардов. Для них это одно и то же. Они могут сказать, что этот огромный лайнер, океанский корабль, поднимает полторы тонны груза. Вот я на днях слышал. Полторы тонны? Журналисты полторы тонны, полторы тысячи тонны, или миллион тонн. Это все некие буковки в тексте, а не реальные какие-то вещи. Поэтому с журналистами особый разговор. Мы все-таки ученые, либо те, кто доверяет науке. Вот этот круг людей, он мыслит рационально, для него будет мой сегодняшний рассказ. А для тех, кто ждет сказок, скорее всего, будет разочарование. Они не увидят рассказа о кораблях пришельцев. Их у меня нет. Большое спасибо за приглашение. Я уже второй раз в этом зале и на собрании вашего клуба. Был первый раз весной, как раз во времена Майтана. Сегодня второй раз. Я с большим удовольствием согласился. Тема, правда, мне показалась странной. Когда уважаемый Сергей Гордиенко пригласил именно на эту тему поговорить, я ответил сначала, что это очень актуально. В общем, эпоха увлечения НЛО вроде бы прошла. Но смотрю, в зал полный, значит, интересующийся есть. Но раз есть любознательные люди, значит, есть о чем поговорить. Есть разные отношения к НЛО. Я астрономик. Я первую половину карьеры занимался наблюдениями, сегодня теорией. Но вырос из любителей астрономии, поэтому не... Всегда, когда есть возможность, смотрю на небо, смотрю в телескоп. Так что довольно большой опыт у меня есть. И я всегда критически отношусь к тому, что большинство людей непрофессиональных кажется непонятным, необъяснимым. Либо вот в ожидании визитов внеземных цивилизаций кажется космическими кораблями пришельцев. Мой интерес к проблеме НЛО, это попытаться объяснить все, что можно увидеть необычного, редкого на небе, в атмосфере, либо в космосе с точки зрения нормальной науки. Если не можем, это другое дело. Это надо откладывать в отдельную копилочку. Но большинство людей все-таки редко смотрят на небо, незнакомы с какими-то особыми атмосферными, либо техническими явлениями. И часто возбуждаются по поводу того, что вот видят для них неопознанного, для них необъяснимого. Моя задача сегодня на 90% это показать вам то, с чем я сам сталкивался, чтобы мне удалось аккуратно зафиксировать, объяснить так или иначе, чтобы у вас было, так сказать, более полное представление о том, что на небе можно ожидать, что вот может броситься вам в глаза, не сразу будет понятно. Но, конечно, и для меня, и для других профессионалов остаются необъяснимые вещи. Связаны они с пришельцами или нет, это другой разговор. Но прежде всего, чтобы что-то новое найти, надо знать весь предыдущий опыт в этой работе. Вот для меня главное сегодня рассказать вам о том, что мы накопили, какие объяснимые причины нашли для необъяснимых явлений. Было сделано предложение присылать свои вопросы. Вот те вопросы, которые были присланы, я их здесь выписал. И сразу скажу, что на некоторые из них я просто не смогу ответить, не знаком с этой темой. На некоторые могу ответить сразу. Ну вот был вопрос по поводу Гагарина, где-то здесь я его помню. Ага, 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 сейчас найду. Да, вот он, 12-й. Значит, связываете ли вы, я, то есть гибель Юрия Алексеевича Гагарина с УФО? А с УФО это, вообще-то говоря, по-русски так не говорят, ну ладно. Это ЛОН, да. Я не связываю сразу, скажу. Были другие причины. На большинство из этих вопросов вы услышите ответы по ходу лекции. Так что вы ответили? Нет, нет, по-моему, Гагарин сам по себе, а летающие талелки сам. Давайте, несколько слов истории. Значит, вот такая массовый интерес, массовое внимание к проблеме НЛО началось в 47-м году. Это известная история. Американский пилот, говорят, любитель, он не совсем любитель, он был пилот-волонтер, то есть довольно опытный пилот. В штате Вашингтон, там на северо-западе США, летая вот в горной местности, что-то такое увидел. Он описал это как изгадрилью каких-то бесхвостных самолетов, похожих на плывущие по воде тарелочки или мисочки. И с тех пор вот этот термин «летающая тарелка» он пошел в печать, в публику и стал таким вот знаковым. «Флайт-обджеты», «Флайт-сорсес», «Летающие тарелки». Эпоха была примерно такая же, как сейчас, а может быть даже более тяжелая. Только что кончилась Вторая мировая война. Все было засекречено во время войны. И вдруг печать получила возможность писать о чем угодно, о всех происшествиях, которые были или были придуманы. И журналисты это подхватили, раскрутили и пошло и поехало. И вот до сих пор интерес к «летающим тарелкам». С тех пор многие люди считают своим долгом, своим интересом, если что-то увидели на небе, зафиксировать это как-то, ну, сфотографировать, зарисовать и послать в какие-то компетентные органы. Сегодня это может быть не так актуально, а вот в нашем институте, я сотрудник Государственного астрономического института имени Штенберга, это часть Московского университета, к нам многие десятилетия приходили регулярно письма от наблюдателей необычных событий на небе. И мы эти письма складывали аккуратно, когда сразу могли объяснить что-то, объясняли корреспондентам, не могли, а складывали в сторонку, ждали времени. И у нас накопилось довольно большой архив таких вот сообщений о неопознанных объектах. Мы их анализировали, и я вам по ходу дела расскажу, какие нам удалось сделать выводы. Но это ученые так занимались этой проблемой, а журналисты делали на ней свой журналистский, так сказать, бизнес, свое имя. А в то же время появилась целая категория людей, которые сразу априорно стали связывать что-то необычное в атмосфере с визитами инопланетян. Действительно эпоха была, конец 40-х, начало 50-х, массовый интерес к фантастике, к возможности связи с неземными цивилизациями. Казалось, что это все очень просто, что либо мы к ним, либо они к нам, вот буквально на днях. И вы увидите в электронной форме в виде книг огромные подборки таких рисунков, НЛО, классификацию разных типов, как будто это реальные космические аппараты. А журналисты делали свой бизнес на этом. Вот один из примеров. Это еще до эпохи фотошопа, сделано, когда вообще не знали об электронной фотографии. Это исходная фотография экипажа шаттла, который прилетел на землю, спускается по трампу, все нормально. Так она выглядела в исходном виде. А так она была опубликована в желтой прессе. И вот тот фотограф, который сделал этот калаш, якобы пилоты, возвратившись из космоса, приводят с собой инопланетянина, попавшегося по пути. Это желтая пресса. Это никто не верит в фактический материал, который в таких журналах появляется. Ну вот старший гуш с инопланетяем. Просто для развлечения, для отвлечения написано. Вы садитесь в электричку, вам два часа делать нечего, вы листаете эту желтую газетку, читаете анекдоты про политиков, про звезд шоу-бизнеса и про инопланетян тоже. Никакого спроса с них нет. Они делают свое развлекательное дело. То же самое, что делает часть телевидения. Есть немало каналов. Я не знаком с украинским телевидением, но с российским хорошо знаком. Там просто есть каналы, там РЕН-ТВ, ТВ-3, которые специализируются вот на таких сказках, выдумках, развлечениях. Никто к ним серьезно не относится, мы никогда к ним не ходим, к ним дебю не даем. Потому что смешивать себя с этой публикой не хочется. У них свои сказки для взрослых. У нас попытка понять, что это такое. Серьезный интерес к проблеме вообще инопланетных визитов, связей с цивилизациями далекими начался с 1962 года в СССР. Когда Иосиф Самуилович Шкловский, астрофизик, очень талантливый, известный. Кстати, я рад, что был его аспирантом, диссертацию у него защитил. Он написал книжку «Вселенная, жизнь и разум». Очень удачная получилась книга. Она и на языки разные переведена, и у нас на русском выдержало вот уже восьмое издание. Мы с коллегами подготовили недавно. Шкловского уже нет довольно много лет. Но книга очень актуальная до сих пор, и я готовил ее в новое издание, убедился, что ничего лучшего на эту тему до сих пор написано не было. И он тут показал вполне грамотного радиоастронома, физика, что связь с инопланетянами возможно, что наши радиосредства современные дают нам возможность с такими же, как мы, по уровню развития цивилизациями, связываться у ближайших звезд, даже у довольно далеких звезд. Ну и в те же годы полетели первые ракеты. И, ну, я вот смотрю здесь, публика все-таки примерно моего возраста, и даже постарше сидит, а все хорошо помнят, какой стремительный прогресс был в конце 50-х, в начале 60-х. Каждые полгода летали на орбиту, к Луне, за Луну, то есть каждые полгода было какое-то существенное прорывное достижение. И когда люди пытались интерполировать это на будущее, ну, на ближайшие 10 лет, на ближайшие 20 лет, казалось, все, завтра мы на Марсе, послезавтра мы за Юпитером, а через неделю, ну, там, через 10 лет мы у соседних звезд. Казалось, что это осуществило. Потом поняли, что не все так просто. Но ажиотаж был по этому поводу большой, и, естественно, проблема имела тоже к этому подключилась. Во-первых, очень много розыгрышей. Сразу появились любители пошутить. Вот такие фотографии вы найдете в прессе тех лет в большом, пожалуйста, современном городе Барит-Энэвроне. Ну, я думаю, все поняли, что это такое, нет? Ну, почти все, да? Телевизионная башня, ее закрыли облака сверху, закрыла такой туман-смок снизу, и вот этот ресторан, который на вершине телебашни, он выглядит похожим на летающую. В ту эпоху, кстати, в архитектуре стало очень модным делать строение в виде летающих тарелок. Ну, сегодня я вот с вокзала ехал, меня Сергей вез на машине, мы проезжали мимо летающей тарелки. Там, как она называется? В Липецке, в Липецке, в Липецке, в Липецке. В Океан-Классе, вот там такое строение. И в Москве есть такие же строения, и в горных отелях, это все. Это стало модным. Или вот любители пошутить. Вот я помню, мне в редакции газеты «Комсомольская правда» показали такую фотографию, присланную им кем-то уже забытым сейчас, в середине 60-х. Что, мол, он сфотографировал через окно своей комнаты над микрорайоном московским летающую тарелку. Ну, я не знаю, все уже поняли, что он сфотографировал. Я на всякий случай повторил этот его опыт на днях, летом, просто в свое окно. Тут ту же самую вещь. И теперь уже ясно совсем, да, что такое бабочка сидит на стекле. Ну, это такие шуточки были. Или вот шумка туристов. Туристы вернулись из леса и тоже в газету прислали такой снимок, мол, они тут на полянке развлекались, а там за рощицей огромный летательный аппарат опустился, похоже на летающую тарелку. Но оказалось, что эта фотография сделана в момент, когда шапочка брошенная у нее над головой пролетала. Какая-то там круглая шапка обычная, попала в кадр. Поэтому шуток много, шутки продолжаются. Вот очередная шутка я на днях в интернете увидел. Никогда не видели летающих тарелок? Женись! И увидишь не только тарелки, но и сковородки летающие. Это все шуточная полоса, она ни на что не претендует. Это просто люди развлекаются на тему НЛО. Оставим. Теперь посмотрим, как на самом деле можно не понять, чего ты видел, и применять с НЛО. Вот эта фотография тоже на моей памяти в конце 60-х, до середины 70-х ходила по советской прессе. Хотя советская пресса не очень жаловала вот такие вот НЛОшные темы. Тем не менее, эта фотография публиковалась в газете «Комсомольской», это правда, и в труде. Случайно человек где-то в средней полосе России, в Рыбинске, по-моему, фотографировал церковь, и вот у него там на небе нечто такое проявилось. Причем в момент снимка он этого не видел. Как проявил, увидел. Этот негатив, я точно знаю, он попал к профессионалам, фотохимикам, и они выяснили, что это такое. Но я думаю, тем, кто фотографией занимался в советские годы и снимал на пленке свема, а другой пленки фактически не было, не надо объяснять, что это такое. Пленка была довольно грязная, и на ней химическое загрязнение вот такое нередко появлялось в кадре. Но тут все очень аккуратно получилось. Вроде бы этот крест проецируется на какой-то далекий объект. На самом деле это просто в эмульсию фотопленки попало загрязнение при не очень аккуратном производстве. Следующее. Сегодня у каждого, если раньше тот, кто имел в руках фотоаппарат, довольно хорошо был знаком с фотопроцессом, то сегодня совсем иная ситуация. Сейчас у каждого из вас в кармане есть фотоаппарат. Правда же, у каждого. В виде сотового телефона. А там одна, а то и две фотокамеры. Фотографирует каждый. Понимает механику фотографии. Далеко не каждый. Вот такие снимки все чаще и чаще стали публиковаться в электронных сетях. Люди не понимают. Фотографировал вроде ночной пейзаж. Бац, а тут я вот увеличил. Странные изображения, непонятные на фоне неба. Откуда они берутся? Это и зимой, и летом бывает. Когда фотографируешься вспышкой, аппарат, а сейчас у всех фотоаппаратов автофокус, он ищет наиболее крупный объект в поле, и на него фокусирует эффектив. А вспышка выхватывает все, что близко к камере находится. Это просто рассеянный на мелких снежинках свет фото вспышки. Вы можете не замечать, что идет снег, или что мошки какие-то летом летают, или там тополиный пух. Но когда ночью со вспышкой яркой сделаете снимок, то эти мелкие объекты перед... Они вне фокуса, видите, тут дифракция просто видна. Это мелкие пылинки, на них в данном случае снежинки, рассеивается свет, и вы не понимаете, откуда взять эти изображения. И иногда их выдают за неопознанные. Они действительно неопознанные теми, кто делал снимок. Еще одна фотография. Тут уже явление, связанное с оптикой, с преломлением света внутри объектива. Вот таких очень много. Заводской ночь, фонари яркие горят, видите, передержаны их, очень сильно переэкспонированы их изображения. Завод какой-то. И вот в небе у вас появилось три НЛО. Но откуда они взялись? Что это такое? Тот, кто знаком с оптикой, знает. Любой фотообъектив – это система из нескольких лиц. И там свет не только так, как надо, преломляется, чтобы сделать изображение на пленке или на КЗС-матрице, но еще и духи появляются. Такие вот вторичные изображения. Это фонарь. Вот здесь он дает такой блик, который случайно. На дневном снимке вы его не заметите. На дневном снимке такой яркий фон, что эти блики там не видны, конечно. А на ночном, где темное небо, они себя проявляют. Я вам расскажу. А, ну вот еще, пожалуйста, блики тоже, уже более актуальные. Вы знаете, наверное, людей, которые всегда ищут какое-то вот второе дно в любом происшествии. Когда американцы свои экспедиции на Луну совершали, вернулись оттуда, опубликовали фотографии, то некоторые увидели вот в скафандре космонавт, тут просто пейзаж Луны без скафандра увидели вот такие вот изображения. Сказали, ба-а-а, над Луной тоже летают летающие тарелы. А что же американцы не заметили? На фотографиях-то они прекрасно видны, но теперь мы уже понимаем, что это такое, да? Солнце, оно вот там, справа наверху, оно в кадр не попадает, но вторичные вот эти изображения, блики, отраженные от поверхности линз, они прекрасно проявляются и на фоне темного неба хорошо видны. С этим каждый фотограф знаком. Обычно фотографы с этим борются так. На объектив надевают бленду, такой круглый экранчик, который не дает боковым лучам солнца и воды проникнуть фотообъективу. Но у американцев не было больших бленд, они просто мешали им в работе. И, конечно, эти блики получились. Вот, пожалуйста, среди вопросов, который был там мной показан, был один такой. Астрономы наблюдают НЛО? Конечно, наблюдают. Астрономы чаще других смотрят на небо, поэтому чаще видят что-то необычное на небо. А снимок сделал внутри обсерватории, там темное небо, Луна. А вот блики. Раз, два, три, четыре. Дальше уж не видно. На самом деле бесконечное множество, но яркости распадают. Вот это не небесные объекты, не космические корабли. Это просто изображение той же Луны, но построенное лучами, по-иному проходящими через агнектик. Ну вот я уже начал говорить об астрономах, это так, заставка. Сейчас расскажу маленькую историю, связанную прямо вот со мной лично. Я астроном, со мной она была связана. В середине 70-х проблема НЛО была, как-то очень возбуждала всех. И мы решили в нашем институте собрать, например, на вот такую же. Даже, собственно, я рассчитывал на меньшую аудиторию студентов, сотрудников, и поговорить тихонечко об НЛО. Повесили небольшое объявление, но вдруг в наш институт собралась невероятная банда просто журналистов с камерами, с фотоаппаратами, с диктофонами, всем было интересно. В общем, зал забился, а я вел это заседание, ну, я пригласил докладчика сам в сторонку, отошел, начались прения, там, дискуссии. И мы говорили в том ключе, значит, как и я сегодня, пытались объяснить, что же люди видят на самом деле, когда принимают это за НЛО. И в этот момент ко мне подошел мой коллега и говорит, давай на минутку отойдем, я тебе кое-что покажу. И мы отошли в фотолабораторию, и он мне показал фотопластинку, которую мы с ним в нашей Крымской обсерватории накануне сфотографировали, там патруль небесного вели, и говорит, смотри, вот все нормально, звезды тут на месте, галактика на месте, а это что? Я говорю, не знаю, давай проверим. Взяли карты неба, атласы неба, посмотрели, на этом месте ничего не должно быть. А тут какой-то явно похожий на космическую станцию объект. Знаете, как Циолковский вот рисовал в своих книгах такая, Тор, проткнутый спицей, очень похожий. Говорит, давай смотреть соседние пластинки, мы же в следующие ночи эту область снимали, может, это грязь какая-то, хотя на грязь не похожа, но мало ли что, плюнул кто-то. Посмотрели на соседнюю фотопластинку, опять то же самое, только передвинулась немножко, вот здесь висит. Так, ну я уже как теоретик начал считать. За сутки прошло вот такое-то расстояние, мы примерно знаем до него расстояние, там с какой скоростью летит, получается, что оно где-то в районе лунной орбиты потихоньку летает. У меня волосы дымом стали, я подумал, что вот сейчас я возьми эту фотопластинку, поднимись в конференц-зал, где идет дискуссия о летающих тарелках и покажи ее публике. Это же документ, полученный профессиональными астрономами, тут никаких не может быть сомнений. Но мы начали все-таки разбираться, и минут через 15-20 поняли с моим коллегой, в чем дело. А, ну вот, в масштабах этого экрана, примерно вот там, в дальнем углу сцены, вот там, наверное, справа, так, если вот он увеличит кусок, самая яркая звезда зимнего неба была Вега. И мы просто, даже мы, профессионалы, не подозревали, что Вега, звезда, может дать такой яркий блик в объективе нашего телескопа. Телескоп был необычный, он был получен от немцев по репарации, там сложные объективы, двухлинзовые, и оказалось, что мы были сами не готовы вот к такому странному поведению света в объективе телескопа. Ну, разобрались, забыли это. И я иногда показываю этот кадр, чтобы вот показать, там, астрономы видят МЛО, но они не успокаиваются, пока не поймут, в чем же состоит суд дела. Они кричат сразу, летающая тарелка, летающая тарелка. Еще одно происшествие, тоже связанное с астрономией, было совсем недавно, вот 4-3 года назад. Вдруг в интернете началась бурная, даже не дискуссия, просто новость пошла. К Земле приближается армада МЛО. Меня это заинтересовало, целая армада, надо же разобраться, в чем дело. Я нашел фотографии, действительно. Были изображения, на которых, ну, звезды легко опознаются, а вот какие-то странные закаючки такие, явно не звездного типа были. Дело было в том, что эти изображения получены из электронного архива со скалированных фотопластинок лучшего американского обзора неба. В Калифорнии есть такая обсерватория поломарская, и там прекрасный телескоп стоит, шемитовская камера. И в свое время они в начале 60-х сделали обзор всего неба. То есть тут нет сомнений, профессиональная работа. И вот на одной из фотопластинок, их отсканировали, выложили в электронном виде в интернет, вдруг обнаружилось такое. Да и не одно, а несколько похожих. В одной области неба. Я стал разбираться. Я профессионал, я знал, что фотографирование велось параллельно в двух цветах, через два светофильтра, голубой и красный. Это нужно для нашей работы. Я взял фотопластинки, голубые и красные, одной и той же области неба. Ну это я вам тут написал, значит, какие странные слова в интернете на этот счет говорились. Ну чуть позже. На голубых пластинках этот объект странной формы есть, на красных нет. Это просто означает, что на голубой пластинке какое-то загрязнение. Потом мы разобрали, что это такое. Это ниточка, маленькая ниточка, совершенно миллиметрового размера. Две тысячи фотографий были сделаны американскими астрономами в этом обзоре. И только на одной из фотопластинок обнаружилась такая грязь. Это уникально чистая работа. Когда я пришел к нашим специалистам по фотопластинке, они сказали, господи, да у нас на каждой такой грязь, сколько хотите найдете. И действительно, показали мне первые же фотопластинки, и там преувеличение этих мелких волосков, сколько угодно. А как комментировали это в интернете? Вот я вам просто зачитаю. Американский бывший сотрудник НАСА. Или, да, бывший сотрудник НАСА пишет. Я был на связи с моими бывшими коллегами в СЭТИ. Ну, видимо, он имеет в виду институт в СЭТИ. Это организация, которая связь с неземными цивилизациями пытается наладить. Они сообщили мне, что это инопланетные корабли. Они находятся в контакте с нами с помощью мощного радара, который на Аляске американский работает. Объекты сейчас находятся в созвездии БС-2-47. Такого созвездия нет, в общем-то. Обама собирается использовать это в качестве своего оправдания, управления, установления диктаторской власти и создания единого мирового правительства. Такую ахинею сообразить вот в одном предложении, в одной фразе, это, конечно, суметь надо. То есть полный бред. Вопрос. Когда люди это публиковали в СЭТИ, они могли сами разобраться, в чем причина? Конечно, могли. Ну, обратились бы к астрономам, мы бы тут уже подсказали. Это никому не нужно. Нужно создать некий информационный шум, привлечь к себе внимание. Это всегда дает какие-то и финансовые прибыли. Теперь мы это знаем. Вот и все. Астроном разобрался с этим. Я написал коротенькую статью, мы ее опубликовали. Через неделю этот шум закончился. Все. Нормальные люди поняли, что это яйца выеденного не строят. Вот голубые фотопластинки, вот красные пластинки. Этой фигуречки там нет. А в одно и то же время делались фотографии одной области неба. Вот тоже вот ниточка на голубой пластинке, вот ее тут нет на красной пластинке. Ферма Кодек, чрезвычайно чистая, но одна из двух тысяч оказалась чуть-чуть загрязненной. Бывает. И у Ферма Кодек бывают свои недостатки. Еще один случай, когда журналисты могли бы, но не захотели разбираться до конца. Американцы были на Луне. Вот снимки с экспедиции Аполлон-15. Она уже садилась в горном районе, и там ландшафт такой пересеченный. Когда они были опубликованы в земной печати, кто-то заметил тут вот это вот. Что-то такое, вроде бы из-за горы, торчащий, тоненький, то ли нос ракеты, то ли крайне тающие тарелки. И началась шумиха. Началась реклама, что это за горой база НЛО. Как это могли не заметить астронавты, которые там рядом гуляли, а за ними из-за горы наблюдали пришельцы. Фиксировали их каждый шаг. Когда все это раскрутилось в Штатах, постепенно к нам перешло, там мы об этом забыли, у нас начали об этом говорить и писать. Я взял просто соседний кадр. Вот тут автомобильчик их еще ездил, потом отъехал, они сделали кадр. При другом освещении посмотрел, Господи, там просто вот одна гора, вот следующая гора, вот третья гора. Это потемнее. На кадре, где освещение недостаточно яркое, солнце еще не высоко поднялось. Просто вот этой промежуточной горы не видно, а третья гора создает впечатление, что там что-то остренькое. Ерунда. Любой человек, понимающий фотографии, понимающий, что есть там динамический диапазон, изображение, он понимает. Легко это объяснит. Но это никому не надо было, когда речь идет об умножении тиражей газет. В то время газет, а интернета не было. Вот случай, который без труда удалось, так сказать, расшифровать. Вот еще раз вам показываю в увеличенном виде. Вот то, что выдавалось за край летающей тарелки, он действительно похожий, правда же? Либо нос ракеты. Берешь мягкий снимок, уменьшаешь контраст, появляется следующая горка, следующая вода, не просто обычный горный пейс, дальше. Все. Очень привлекает многих Луна, и до сих пор появляются вот такие сообщения о Луне. Например, в прошлом году, буквально год назад, в январе 2014 года, вдруг в интернете появилось сообщение. На Луне работает целая база пришельцев. Вот ее фотография. Вот видите, огоньки. Тут серия огоньков, вроде бы там, в темном кратере, в тене, в солнечных лучей. А это было всяко, ну, я не знаю, насколько глубоко все знакомы с интернетом, современным. Google, есть такая компания, очень мощная, она прекрасные карты земного шара публикует, и очень хорошие в последнее время карты Луны детальные, можно увеличить каждый кусочек. Вот на картах Google Moon, сильно увеличив изображение, кто-то увидел цепочку огней, и здесь цепочку огней. А раз это все там в темноте, в тени, значит, это искусственные огни, это солнце тут ни при чем, значит, там база каких-то пришельцев, которые вот расточительно жгут электричество. У них, наверное, нет экономического кризиса, я вот тут его ощутил, все мы одеты и сидим, да? А у них там света, сколько хочешь. Надо было с этим разбираться. Google, серьезная компания, они выставили карту Луны, и вдруг обнаруживается странная вещь. Ну, в детали сейчас вдаваться не буду, хотя я эту правду все описал, во-первых, весь этот снимок на обратной стороне Луны, вот море Москвы, вот отсюда взят снимок. Он сразу же в американской печати получил там колоссальное количество перепубликаций, все ведущие газеты, не лучше его качества. Газеты второго уровня, скажем, такие региональные, перепечатали это дело. Я стал разбираться, посмотрел, каково разрешение снимка, то есть, насколько высокую контрастность можно от него ожидать. Оказалось, что каждый из этих точечек в точности соответствует тому, что сейчас называют пиксель, элемент изображения. Более четкой фотографии быть не должно быть. Снимок был японским спутником, сделал не очень качественный спутник, пиксели крупные, так что каждая точка была пикселем. Вот сильно увеличено изображение, эти точечки, вот эти точечки, а здесь яркий вал, освещенный солнцем, вал этого кратера. И выясняется, что с борта японского спутника снимки передавались в сжатом виде, то есть, в математически преобразованном виде. Ну, без деталей, допустим, это дело, про фурьер преобразование не будем говорить, но выяснилось, что это просто математические духи, как бы несуществующие изображения ярких элементов вот этого вот вала, просканированного фотокамерой электронной, разбитого на элементы. И, ну, для тех, кто знает, скажут, что в фурьер в образе были срезаны высокие гармоники, а низкие дали вот эти паразитные изображения. Они здесь, ну, и здесь, в тени, особенно хорошо видны. Чисто математический фокус, который для профессионалов ясен и никогда не привлечет их внимания. Они понимают, что это так. А человек со стороны, не понимая, принимает это за реальное изображение. Я тут же взял соседний кусок Луны и в каждом кратере нашел точно такие же огни и баз. Но если в каждом кратере база пришельцев, сколько же их там? Вот, смотрите, это соседний тоже кусочек Луны. Вот в каждом кратере в тени вы найдете эти огонечки. Вот их тут много. Это все математические фокусы, когда из фотографии хорошего качества делают более низкое, чтобы передать по радиоканалу на Землю. Иначе не удается. Вообще, с Луной много, очень много сообщений. Я уже говорил, мы в нашем институте накопили большую кучу писем от людей, видевших НЛО, и анализировали их. Примерно процентов 45-50, в общем, грубо говоря, половина всех сообщений связана с Луной. Казалось бы, мы про Луну все знаем, что там может быть необычного. Оказывается, немногие знают, что лунный диск бывает виден днем. Вот спросите у человека, когда Луна на небе? Каждый второй ответит. Ночью. Днем Солнце, ночью Луна. А как иначе? А то, что днем бывает Луна на чистом небе, прекрасная вина, об этом знает далеко не каждый. Особенно, когда Луна у горизонта либо только вот восходит, либо на заходе. У нас есть какой-то механизм в голове, биологи его до конца не поняли, который, когда Луна у горизонта, создает впечатление большого размера Луны, гигантского размера Луны. Как, почему это в голове работает, меня, по-моему, никто долго не знает. Есть несколько идей, но раз несколько, значит, ни одна не работает. И вот нам, когда Луна на горизонте, она, во-первых, цвет приобретает особый, такой красноватый, оранжевый, но это понятно, поглощение в атмосфере голубых лучей. Но почему-то она кажется очень большой, может быть, по сравнению с далекими объектами на Земле. И вот этот ее необычный вид и непредсказуемое появление, мы же знаем, солнце утром возошло, вечером возошло, а Луна может зайти в любой час суток. Она относительно солнца пишется. Все это заставляло и заставляет до сих пор людей удивляться. Одно совершенно особое явление связано с Луной, когда по небу бегут облака. Вот мне кажется, что я его так впервые описал четко и до сих пор механизмов не знаю. Но несколько раз в жизни я натыкался. Ты идешь вечером, тяжелая облачность, почти нет прорыва. И изредка в облаках окна прорывы. И вдруг вам кажется, что по небу пронеслось яркое тело. Хотя я знал про этот эффект и даже описывал его сам в литературе, избавиться от впечатления вот этого, что по небу какой-то яркий объект подлетел, невозможно. Мозг делает тебе совершенно обратную картину. Ты понимаешь, что это облака бегут, что Луна на небе на месте стоит, бегут облака. Но почему-то кажется, что облака стоят, а Луна проносится и скрывается там. В одном месте появляется, в другом скрывается. Может быть, это какой-то, ну, наверняка, среди вас биологи есть, да, публика, дом ученых. А может быть, это атомизм какой-то нашей жизни. Дело в том, что когда наши предки гуляли, ну, где-нибудь там в камышах и неожиданно появлялся там в просвете между камышами цыгнул тигр, скажем, какой-то хищник, то нашему мозгу важно было не то, какова картина камышей, а что относительно этой общей картины метнулось какое-то тело. Это важно для выживания было у человека. И когда мы сегодня видим на фоне, большом неподвижном фоне подвижный объект, то мы, ну, не мы, а наш мозг интерпретирует это не как движение фона, а как движение маленького объекта, по-прежнему ищет хищника в заяцах. Может быть так, может быть как-то по-другому, я не специалист по работе мозга, по физиологии зрения, но вот этот эффект Луны в облаках, он работает. И от других я слышал, и сам это наблюдал. Солнце не часто было причиной сообщения об НЛО, но бывало, среди тех писем, которые мы анализировали, люди иногда, а вот я один случай сейчас вспомнил, расскажу. Случайно ко мне попала старая книга с дневниками моряков середины 19 века, и там был описан случай вот якобы про НЛО. Они наблюдали, как из-под воды вылетел объект и быстренько скрылся в облаках. А очень аккуратно был описан этот случай. Главное, чтобы документ был хороший. моряки описали где они там, с какими островами рядом находились, каково было время по Грилвичу, координаты, в какую сторону горизонта они смотрели. Очень аккуратно. И это дало достаточно мне материал, чтобы вычислить в этом месте географическом, в это время суток, какие астрономические события могли происходить. Точно в эту минуту, в эти пять минут, был восход солнца. Облачность была тяжелая. Вы знаете, иногда смотришь, ну, ниже горизонта земля, выше горизонта облака, а вот тоненький есть слой вдоль горизонта, где ни облаков нет. Такой просвет между облаками, когда вы параллельно смотрите, у горизонта бывает чистое небо. Был восход, обычный восход солнца. И оно за пару минут снова скрылось в облаках. Ничего необычного, но почему-то морякам это как показалось необычным, они это зафиксировали в своем порт-журнале. Так что с солнцем такие вещи тоже иногда бывают. Или вот скажем, мне прислала, ну, это уже современная эпоха, дама по электронной почте, сотрудница МГУ, вроде грамотная, должна быть дама. А этот снимок и говорит, я наблюдал и вот. Скажите, кто не понимает, что это реально, вот сейчас на снимке? Ложное солнце. Конечно, ложное солнце, паргелия. Когда у вас, особенно осенью, такие первые запорски, мелкие-мелкие кристаллические, ну, как это, изморозь, да, называется, ну, облака с кристалликами, да, бывают в тихую погоду, кристаллики медленно опускаются, часто, ну, довольно часто, я каждый год это вижу осенью. Вот солнце, реальное, а на расстоянии 22 градусов слева и справа, ну, тут не поместилось, тут только слева, видны преломленные солнечные лучи в виде маленькой радуги такой вытянутой. Но, когда у вас в кадре нет солнца, оно сейчас закрыто почти полностью, непонятно, что это такое. Человеку, незнакомому с атмосферными явлениями оптическими, искренне верят, что непонятно. Хотя, вообще говоря, по-моему, в учебниках школьных, там, природоведения, я уже не помню, у нас давно было природоведение, но, по-моему, ложные солнца все-таки были описаны. Ну, солнце у горизонта, я уже говорю, оно кажется большим, странным образом окрашенным, а очень часто изображение разрезано на куски, это потому что слои в атмосфере, разные температуры, имеют, тоже иногда люди спотыкаются на этот счет. Школьные солнца очистенные zouange M room, какая-то является особшая женщина в отц. С жизнью, 速е подробно, еще разница уходит на 1800-2022, м и дош. то, что-то похоже, если, называется... Продолжение следует...